И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик по нашему бездонатику. Сегодня покатаем на карте Соликамск в режиме ТДМ, на Воспожиге, безусловно вооружение у нас пока не меняется. Попытаемся сегодня приблизиться как можно ближе к нашей следующей звонке, чтобы у нас уже открылся наконец-таки режим Джиггернаута, чтобы можно было бы и там понагибать, так как в данном режиме можно будет зарабатывать опыт намного быстрее, намного быстрее прокачивать звания, с чем сейчас у нас имеются определенные проблемы. Ну а сегодня мы поговорим о новых комплектах, которые сегодня уже вышли у нас в гараже. Вышло у нас три новых комплекта, комплект Бульдог, Дерой и Хищник. Все три эти комплекта открываются постепенно с звездочки и галочки до Сержант Майора в течение этих трех званий. И что касаемо данных трех комплектов, выделить можно только Хищника, по моему мнению из них, из этих трех комплектов он является лучшим. Ну и цена конечно его тоже оставляет желать лучшего, так как 80 тысяч для Хантера Грома, я считаю, что это очень-таки большая сумма, при том, что в комплекте дается у нас резист от Грома М1, то есть 15%, но все равно, как бы 80 тысяч без доната до такого звания в принципе реально набить, но это уже не какие-то там 30 тысяч, это уже не такие маленькие суммы, и чтобы накопить именно такое количество кристаллов, нужно очень-таки хорошо постараться. Ну и если уж выбирать из этих трех комплектов и сказать, какой из них из этих трех лучший, то конечно я бы выбрал Хищника, даже несмотря на эту цену. А какой комплект думаете вы, какой комплект по вашему мнению является лучшим из данных трех, отпишите по этому поводу в комментарии, как я говорил уже в предыдущих роликах, все ваши комментарии я читаю, и даже если у вас имеются какие-то вопросы, обязательно спрашивайте, я обязательно отвечу. Ну а что касаемо данного боя, то у нас на Соликамске в ТДМ-очке пока не все так гладко, 10 на 6 по киллам мы ведем, при том раскладе, что из этих 10-8 сделал именно я на своей воспожиге, это конечно очень-таки печально, что у нас ребята особо-таки не нагибают. Мне надо набить 750 опыта для выполнения заданочки, не знаю получится у меня это сделать в данной катке или нет, но безусловно мы постараемся, ну а что получится или не получится, будет в принципе видно. 150 опыта я уже набиваю и пока в принципе я думаю, что это вполне реально сделать. Конечно времени не так много, но если постараться, поедеть по респам противника, пособирать овердрайв халявный, кстати, где он падает у нас, я так и не видел, надо будет найти точку, где выпадает у нас халявный овердрайв, то постараться в принципе набить 750 опыта можно было бы. Также ребят, сегодня запишу ролик по еще двум другим аккаунтам, выдали мне там небольшие такие призы, о которых вы в принципе узнаете в ролике, и посмотрите, насколько жестко у меня там все получается. Это такой вот немножко, не знаю, даже не байт, а превью определенных роликов, поэтому ребят, обязательно смотрите тоже другие ролики, если смотрите только без доната, то обязательно переходите и смотрите. Другие определенные рубрики, например, рубрику на Джиггернауте до легенды, тоже сегодня записал ролик, довольно-таки интересный, получили мы там тоже два звания, два звания подкачали, так что тоже в этом плане очень-таки круто. Шесть минут у нас до конца боя, набил я уже 270 опыта, если я набью хотя бы еще два раза овердрайв, то будет, конечно, круто, и я тогда смогу успеть набить эти 750 опыта. Как ни странно, 20 киллов из 26 набил именно я. Как-то очень-таки печально, получается, играет наша команда, что они не могут вообще ничего сделать, 3 килла у второго места, и сколько у него опыта? 60 опыта. У игрока это, конечно, очень-таки мало для такой катки, чтобы я один на своей воспожиге набивал столько, они вообще не делали почти что ничего. Печально, печально, конечно, в этом плане, но будем вытягивать, будем пробовать затащить эту катку, можно так сказать, в соло, раз никто не хочет помогать, будем пытаться соло ее вытянуть. Овердрайв у меня 15% осталось до него, попытаемся сейчас быстренько-быстренько доколотить. Еще килл, и 5% остается, поджигаем титана. Не горит особо, конечно, танк с жигой. М0, с М1 горение, конечно, будет в разы лучше. Ну и, в принципе, с ДДшки-то, конечно, урон намного шикарнее получает противник, но нарки у нас не так много на аккаунте. Пока я ее не трачу, не вижу, в принципе, в этом смысла, пока я не купил себе комплект на этом аккаунте, в этом, как бы, толку особо нету. 35 киллов, 35 на 24, на 10 киллов уже отрываемся. Я набиваю 430 опыта, и, в принципе, все шансы у меня есть, чтобы набить в этой катке еще, как минимум, 300 опыта и выполнить за один бой такую вот жесткую заданочку. Не думал, что у меня может получиться в таком бою ее выполнить, так как карта не самая маленькая, и именно для такого вооружения это очень-таки круто. Не умеет он прожимать овердрайв, это тоже очень печально. Если бы парень знал бы, что такое овердрайв, сейчас бы мне это очень-таки жестко помогло. Надо набить еще один овердрайв, как минимум, а если я набью 2 овердрайва за 10, ну, то есть еще 2 овердрайва, то есть 4 овердрайва за 10 минут, это будет вообще шикарно. Пока, конечно, этими овердрайвами, я бы сказал, не пахнет, не пахнет. Давайте сольем этого Титана Грома. 31 килл, почти 500 опыта уже набито. А вот и нарко дроповая подъехала. Сейчас мы быстро на ней поколотим. Надеюсь, что меня никто не будет сливать и быстро смогу покоцать, покоцать, покоцать. Вон там еще одна ДДшка, надо тоже за ней полететь. И заберем ее у рикошета. Шикарно. Какого-то я слил, этого я слил. Осталось забрать только Хантера Грома. Хантера Грома тоже забираем. Можно тогда еще кого-нибудь забрать. На ДДшке рискуется у вас по пулемет. Надо по нему урона выдать. Дроп, конечно, на таких званиях решает очень многое. Прям вот без дропа. И без овердрайвов на таких звонках намного-таки тяжелее. Так как нарки у вас почти что нет. Но если у кого есть, у кого старый только аккаунт, может быть большое количество нарки. А так, конечно, нарки на таких аккаунтах ни у кого не имеется. До звания у меня остается 1100. Я надеюсь, что в следующей катке, либо через одну каточку, мы уже получим звание на данном аккаунте. Если получим звание, нам откроется режим джиггернаута. И на нем уже звание у нас пойдет чуть-чуть побыстрее. Будем на это, конечно, надеяться. Не знаю, как оно на самом деле все это дело пойдет. Но я думаю, что, в принципе, если по 100 кг в катке бить на джиггернауте, если правильно, разумно играть, то, в принципе, это не составит труда. Два игрока у нас там друг друга бьют. Не знаю, зачем и чем они занимаются, но сейчас мы их быстро сольем. Сольем двоих. Рикошет пытается накидывать. Задамажим тогда еще вот этих. Вот этих друг задамажим. Еще плюс 2 кг 630 опыта уже набил. Если бы в данном бою было бы либо чуть-чуть побольше времени, либо у меня была бы нарка, то на своей воспожиге М0 я бы мог набить больше 1000 опыта. А так, без нарки, если набить 750, то это тоже довольно-таки большое количество, я считаю. За полторы минуты еще можно наколотить овердрайв, если получится, конечно, это сделать. Ну и опыта осталось набить сколько? 90 опыта. Не так много. За минуту. Постараться, конечно, можно, но без овердрайва и без дроповой расходки, конечно, это сделать будет очень тяжело. Хотя, вон, вижу, что дроп уже падает. Дроп падает. Осталось только найти игроков, которых можно будет посливать. Ах, вот у нас овердрайв падает по центру. Я даже не видел, что он здесь у нас эта точка овердрайва. Сразу прожимаем тогда. Четвертый овердрайв. Закатку. Хоть и один считается дроповой, все равно 4. Это очень-таки круто. 3 самому набить, и 4 забрать с пола. Ну, держаться, конечно, не получается. Не получается 35 секунд до конца боя. И хотя бы бы 700 опыта набить, было бы уже круто. Я понимаю, что 750 я уже не успею, но 700 опыта на вас по жиге. Без нарки. Довольно-таки круто. Довольно-таки круто. 690. 15 секунд до конца. Еще успеть сделать скилл можно. Можно успеть сделать скилл. Давай-давай-давай-давай, парень. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай-давай-давай. Сделаю-сделаю-сделаю я. И супер. 700-ку набиваю. 700 опыта. Просто, можно сказать, один в соло вытянул катку, так как набить 47 киллов. При том, что у нас в катке игроки набили всего лишь там по 12. Второе место. Это, конечно, очень-таки круто и дорогого, в принципе, стоит. Меня сразу закидывает в новую катку, но я не хотел уже в нее заходить. Хотел зайти в гараж, посмотреть еще на комплектики. Опа-на, у нас золотой ящик на карту. Ладно. На карте золотой. Вижу точку упадения голда. Постараемся его забрать тогда сразу. Аппетитно-аппетитно. Раз голд падает, это, конечно, круто. Золотой падает. Никого нет. Вижу одного игрока в зале. Давай-давай корпусом сыграем получше. И забираем золотой. Неплохо, неплохо. Не зря зашел, как говорится, в катку. Плюс 1000 кристаллов на данном аккаунте. Плюс 1. Ну, а на этом будем заканчивать данный ролик. Как я уже сказал, пишите в комментариях, по вашему мнению, какой из данных трех комплектов является лучшим. Ну, и, конечно, ребят, подписывайтесь на группу ВК. Выполняйте условия масштабного конкурса. Ссылочку на который я тоже оставлю в описании. Ну, а на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока.